Для этого фокуса мы берем обычную колоду карт, перетасовываем, даем зрителю перетасовать. И сейчас он нам говорит в любом месте стоп. Например, здесь стоп. И мы смотрим, какая здесь у нас карта. Это у нас три крести. Мы ее сейчас убираем куда-нибудь в карман и перетасовываем карты. Попросим второго зрителя сказать стоп, например, здесь. И смотрим, что же здесь у нас за карта. А здесь у нас три черви. Три крести и три черви. Я сейчас возьму руку, сделаю вот такое движение. И здесь у нас уже будет три крести, а здесь в кармане три черви. Что самое главное, в этом фокусе не используются никакие дубликаты. Все абсолютно чисто. Зритель может подписать все эти карты. И давайте-ка перейдем дальше. Чтобы зрители удивлялись сильнее, в своем репертуаре у вас должны быть ментальные фокусы. Это обязательно. И если вы хотите научиться угадывать номер телефона зрителя, заставить его забыть его же карты, угадывать любые числа и слова, я рекомендую вам платформу MyMentalism. И если обычно доступ туда стоит 5000 рублей, то сейчас вы его можете получить бесплатно. Подробности смотрите под этим видео. Итак, сейчас мы с вами изучим этот очень простой и эффектный фокус с картами. Значит, он безумно быстрый, визуальный, и это, конечно, его огромнейший плюс. Собственно, в этом фокусе я использовал колоду, которая называется Ellusionist. По ссылке в описании вы ее сможете приобрести. Соответственно, прямо у меня на сайте. И, конечно же, можете использовать купон ЯС Обзора и получить скидку в 5% на любой заказ. Плюс еще, по ссылкам в описании вы найдете вот такой вот коврик. Профессиональный, прям собственного производства. И также еще собственный курс, который называется Легкий старт, где собраны самые необходимые техники для начала. И изучив его, вы потом сможете без проблем изучать любые другие фокусы. Соответственно, давайте-ка перейдем к обучению. Берем колоду карт, вот такую обыкновенную. Очень крутую, дорогую, ценную на самом-то деле. И попросим зрителя сказать в любом месте стоп. Например, здесь он говорит, стоп, мы берем, подснимаем и подснимаем две теперь карты. Демонстрируя зрителю то, что у нас здесь есть какие-то карты. Как подснимать двойной подъем? Это уже не имеет значения. Например, самый простой вариант. Сейчас мы зафокусируемся и я вам расскажу. Когда вы берете колоду в правую руку, вот в такой хват. И просто большим пальцем аккуратненько подснимаете две карты, соединяете. И потом вот так вот за края переворачиваете. Таким образом, у вас есть две карты, а вы демонстрируете зрителю, будто бы здесь у нас одна карта. То есть вы подснимаете дабл, показываете то, что это у нас Туз Буби. Потом эти две карты переворачиваете обратно и засовываете эту карту в задний карман штанов, брюк, там, не знаю, куда-нибудь, где вы ее уберете вообще в сторону. Соответственно, это абсолютно левая карта. И она у нас будет лежать в кармане после демонстрации фокуса всегда. Потому что вы потом ее не достанете. Либо, если вы незаметно достанете, будет хорошо. Собственно, мы ее убираем якобы в карман. После чего вы делаете ложную тасовку, сохраняя верхнюю карту. Это карту зрителя, вот эту вот. Вы берете, делаете свинг-кат указательным пальцем в левую руку. Вот так вот. Раз. И сразу же ставите мизинчик 2, 3. У нас вот здесь находится на зазоре Туз. И вы делаете Арифл Форс. Это подснятие, такое навязывание карты, когда у нас вот эта вот карта будет для зрителя навязана. То есть, мы что делаем? Просим его сказать стоп в любом месте. Он говорит, например, здесь стоп. Но мы все равно берем и снимаем с зазора все карты, которые лишние. И вот он, наш Туз остается. То есть, это самое обыкновенное Арифл Форс. Вот так вот. Мы берем стоп, например, здесь. И подснимаем там, где нам необходимо. Собственно, теперь нам необходимо также снять две карты. Дабл. Мы показываем зрителю, что здесь у нас вторая карта. Четыре черви. Под ним находится Туз Буби. И после чего вы делаете пальмирование. Вот такое вот. Самое обыкновенное. Вы сверху накрываете эту карту. Вы ее зацепляете подушечками, кончиками пальцев, чем угодно. После чего вы продвигаете ее вправо. И у вас получается вот такая вот схема. И потом вот этими пальцами вы эту карту вверх давите в ладонь. И вы ее зацепляете чем вам угодно. Например, вот таким вот хватом руки можно сделать. Можно сделать ее так вот мизинчиком. То есть, она будет у вас вот так висеть. Самое главное, чтобы она у вас была в руке. Как вы запальмируете ее, это уже не имеет значения. Собственно, это очень визуально будет выглядеть. То есть, вы берете, накрываете карту. Раз. И уже убираете руку очень быстро в карман. Якобы в карман. Что вы достаете оттуда карту 4 черви. И вы, например, в задний карман как бы залазите. И достаете вот эту вот карту, которая вроде бы только что была перед зрителем. Собственно, фокус безумно простой. Он очень сложный в плане того, что здесь нужно делать все абсолютно быстро. Здесь нету никакого права на ошибку. Здесь подснял вместо 2 карт 3 карты. Уже фокус не получится. Здесь спальмировал, спалился. Это уже тоже магия вся пропадет. Поэтому, самое главное, очень быстро его оттренировать, чтобы он у вас получался без каких-либо задержек. Чтобы вы взяли, например, дабл подснимаете, вы его так проводите. И вам не нужно ждать там несколько минут, пока зрители просмотрят этот вот эффект. Вы сразу берете и оп, и сразу в карман полетели. Таким образом, этот фокус может удивить ваших зрителей, знакомых, товарищей. И, конечно же, ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно пишем комментарии. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока.